Верховная Рада ставит избранному президенту Украины свои условия. Обсуждение даты инаугурации избранного президента Украины ожидаемо переросло в конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной Радой, опасающийся распуска и оберегающий нынешний состав Кабинета министров, назначенный правящей коалицией. В юридическом и фактическом существовании которой, впрочем, у нового главы государства и его юридических советников есть большие сомнения. По состоянию на сегодня Зеленский рассчитывает получить президентскую булаву 19 мая, а депутаты готовы принять его в качестве главы государства только 28 мая, по истечении теоретического срока распуска нынешнего созыва. Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после встречи с главами фракции Рады. Фото, EPA. Первый визит избранного президента в парламент состоялся в минувшую субботу. Верховная Рада тут же дала понять Владимиру Зеленскому, что не в восторге от факта его избрания, будет чтить конституционный принцип разграничения властей и потому сама назначит дату президентской присяги. Юристы Зеленского, в свою очередь, указывают на то, что народные депутаты образца 2014 года слишком много на себя берут и представляют собой людей, имеющих поддержку со стороны населения на уровне статистической погрешности. Минус. ЦИК Украины заявил о победе Зеленского. Мы предложили нашу дату для инаугурации 19 мая. Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату мы, наверное, сможем узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады. Ну, посмотрим, заявил Зеленский украинским СМИ после весьма прохладного приема в Верховной Раде. Например, от участия в беседе отказались главы фракции Народного фронта и блока Петра Порошенко, составляющих коалицию, вместо себя они прислали доверенных депутатов. Также не явился навстречу Олег Ляшко, предложивший Зеленскому в случае надобности связываться с ним по телефону. Предварительная 40-минутная аудиенция Зеленского со спикером Андреем Порубием началась, по словам местных СМИ, с просьбы прокомментировать высказанную ранее главой парламента мысль, что Зеленский – это модернизированная версия Януковича. Удовлетворительного ответа Зеленский, судя по отсутствию публичной реакции Порубя, не получил. Красноречивые фотографии со встречи избранного главы государства и представителей законодательной власти свидетельствуют о непреодолимых противоречиях. Суть обозначившегося конфликта проста – в период с 19 по 27 мая Зеленский в соответствии с Конституцией может объявить о распуске Верховной Рады и назначить внеочередные выборы. После 27 мая, то есть за полгода до истечения полномочий нынешнего, 8, созыва он этого сделать не сможет, и депутаты отбудут полную каденцию, вплоть до конца ноября. За эти полгода вступивший в должность после 27 мая президент Зеленский не сможет назначить новое правительство, в том числе и президентскую квоту глав МИД, Минобороны, Службы безопасности Украины и прочих. Одновременно поход на летние выборы внеочередная кампания длится два месяца, по данным украинской социологии, не гарантирует членам нынешней коалиции, в особенности Народному фронту, даже прохождение 5-процентного барьера. Рада тут же дала понять Зеленскому, что не в восторге от факта его избрания. Конфликт дат 19 или 28 мая, таким образом, сводится к кадровым торгам, пребывающим за рамками взаимной неприязни между парламентом и внесистемным Зеленским. Сразу после инаугурации, при условии, что она состоится 19 мая, Зеленский может проводить ротацию правительства, имена минимум шести действующих министров, назначенных к увольнению, команда Зеленского уже назвала, но имена сменщиков, как и в целом верифицированный поименный список команды Зеленского, пока остаются загадкой. В этом девятидневном промежутке парламент, находящийся под угрозой распуска, вряд ли сможет ему отказать. После 28 мая, по мысли коалиции, Зеленский оказывается заложником депутатов вплоть до глубокой осени и будет вынужден работать с нынешними министрами. В мире экс-СССР Украина выборы президента Украины 2019 5. Продолжение следует...